Очень тревожный сценарий для России. Чрезвычайно тревожный сценарий для России. Я был более оптимистичен до недавних пор. Но меня очень... Что вы еще? Меня очень серьезно заставило задуматься о будущем России вот с остаившейся в Праге небольшой форум. Он назывался Форумовных народов. Меня на него пригласили. Я там сначала думал, что смогу поехать, потом не смог поехать. Но меня смутило даже не то, что там ребята, к чему призывали. Меня смутили настроения, которые возникают в регионах. У нас же многонациональная страна. Это сепаратические настроения имеется в виду? Они даже еще хуже. Это исторические обиды. Как только власть ослабнет, ослабление Путина неизбежно. Это даже не наш старый советский посол, что крах империализма неизбежно. Империализм остался, а в Советском Союзе нет. А вот неизбежно конец путинизма и его ослабление. И я вообще сейчас стал бояться. Я лучше до ненависти пор как бы недооценивал. Потому что вот они отражают ребят настроение. Путин то, что делает для развала России, делает в миллион раз больше, чем все эти ребята вместе взятые. Которые собрались в Праге, обсудить эту тему. Там нарисовали карту, которая попала там куда-то. И так далее. Они, не они разваливают Россию, разваливают Россию Путин. Но они являются лакомосовой бумажкой зреющих настроений. Вот тех народов, которые говорят по-русски, по-русской культуре, которые там мургаются матом и другого языка, они не знают. Они, у них вот эта вот старая историческая обида, она может привести к таким противоречиям, объективным, на фоне коллапса путинского режима, абсолютно прогнившего, абсолютно воровского, абсолютно фашистского и так далее и тому подобное. Коллапс этого режима может привести к масштабнейшим, многочисленным, межнациональным, межрегиональным конфликтам. Москвы с регионами, регионами между собой и так далее. Я вот там сейчас разговаривал с своими там товарищами, с Димой Доргутковым, да, вот он тоже. Я говорю, Дима, ты представляешь, 40 гражданских войн на территории России. 40 локальных. Как ты, вот ты понимаешь, что это будет? А если будет война всех против всех? Сколько там людей порядка? А в России по-другому не бывает, кстати. А какой будет ущерб для экономики? А что будет уничтожено? Ведь мы же, когда уничтожаем, мы же вообще не разбираем, да? Нам все равно уже в пьяном угаре, что уничтожать и до какой степени, что перед нами. Вон там Алепп-то был уничтожен. Все эти там святыни, библиотеки, которые там 7 тысяч или 5 тысяч лет все было уничтожено. И мы сейчас видим, что творят наши войска. Наши войска, в общем, по большому счету, это фашистская орда. Фашистская орда, которая еще и мародерствует. Любой там в Украине, как всегда, принадлежит мародерам. Вот эти тектонические сдвиги, конечно, нас заставляют сейчас очень серьезно думать, а есть ли будущее, к сожалению, у российской нации. А возможно ли удержать страну целиковой, сохранить ее территориальность, сохранить ее суверенность? Не знаю. Если я еще месяц назад считал, что должен путинский режим рухнуть, и потом придет все-таки на волне победы демократическая власть, она отстроит отношения и между центром, и субъектом федерацией, между субъектом федерацией и муниципальным самоправлением, отстроит балансы в виде судебной власти, в виде парламента, полномочия, в виде нормального правительства, сменения и так далее, коалиционного. У меня вот такие были довольно радужные мечты, и я считал, что даже я смогу, несмотря на мои 65 и грядущие 66 лет, принять участие в какой-то работе по исправлению России, то я сейчас начинаю думать, а не разразится ли масштабнейшая гражданская война по всей территории? И насколько она может, если начнут делить национальные границы, если начнут делить арсеналы, если начнут делить ресурсы, если начнут делить природные богатства, если начнут делить дороги и так далее, это же просто представь, Марк, что это может быть? Мы когда-то это проходили, но даже тогда такой фрагментации не было. Я имею в виду гражданскую войну. Гражданская война оказалась опаснее, намного кровавее, чем Первая мировая война. Я просто напоминаю для тех, кто, может быть, невнимательно следил за статистикой жертв, Россия потеряла Первую мировую войну больше всех, но сопоставимо с другими странами, кстати говоря, 2,7 миллиона были убитыми без возвратной потери России. Это гражданская и военная часть. 2,7 миллиона. Так гражданская война, по оценке, с учетом разразившихся эпидемий, голодов и так далее, унесла более 10 миллионов, а там дают даже еще большую цепь. То есть вы представляете, что такое гражданская война в сравнении даже с Первой мировой? В три с лишним раза больше, чем в Первой мировой войне России, которая там воевала с применением миллионов солдат, офицеров, артиллерии и так далее и тому подобное. Вот я чего боюсь. И я, честно говоря, в последнее время стал с опаской смотреть на эту проблему. И я понимаю, что предотвратить это невозможно. Только дворцовый переворот и мягкий переход от отритаризма к демократии может спасти. Но я не вижу сценарий вот этого дворцового переворота, который мог бы спасти Россию от глобальных катастрофических потрясений. Невозможно, я все время говорю, возможно от конца ее многовековой истории. Вот закончится Россия как государство. И Путин дает. Вот я никогда не ожидал, что он окажется таким идиотом, что он изберет самый печальный, самый тяжелый, самый драматический, кровавый сценарий. Но я его все-таки не могу сказать, что я его хорошо знаю. Но мы несколько раз встречались, общались. Я видел в разных ситуациях. Я никогда не думал, до 19-го года я еще даже тешил себя надеждой, что давай мы там с одним товарищем власти напишем письмо, что он неужели откажется от того, чтобы войти в историю реформатором, а не кровавым палачем. Ну вот, не суждено было. Еще в 19-м году, начале 19-го года я так думал, что надо предложить им такой вариант. Написали письмо даже, подготовили. И вот я никогда не ожидал, что он изберет вот этот самый страшный сценарий. И что этот самый страшный сценарий оказался самым страшным для 140 миллионов россиян. Ну вот, наверное, эти 5 месяцев нас заставляет сейчас осмыслить эти вещи, которые, в общем, несут в себя катастрофу.